Рак А, блядь, не видно, он же зеркалит всё Здарова! Не, не соточки, сейчас уже, как обычно, две соточки ждём Здарова, Диман Здарова, Тандыр Ребят, про фиточки можете ничего не спрашивать, потому что Фиде это такая тема, что ты никогда не знаешь, будут они или нет Даже я там некоторым людям куплеты должен, я их очень долго пишу Ну, именно на совместке А, всем привет Короче Хочу немного Да, фену уже въебал Вот, кто не знает, сижу на фене По фене бутаю Короче, что хотел рассказать В общем, те, кто ждут повестку 2 Все О, Катюх, здорово Короче, все, кто ждёт повестку 2 Я, в принципе, доделал её 77 Но Теперь я буду Ещё где-то Недели 3 Может быть Просто ебаться со звуком Какие-то дополнительные Гармоники записывать Биты редактировать Всякую такую байду Может за это время Добавится ещё пару треков Потому что У меня сейчас микрофон Под рукой У меня просто Стоит медюха Стоит Компешник Звуковуха Майк со звуковой ловушкой Единственное, я не могу здесь сделать Звукоизоляцию Пока только на Новый Хате У меня будет отдельный кабинет Полностью изолированный Там, можно хоть людей убивать Вот Ну и, короче В принципе, сейчас очень продуктивно работаю Там только свободное время Выкраивается Сажусь и башу Поэтому, короче, да Тема такая Я Я не скажу дату Точную релиза Но это будет не очень правильно Вот Могу точно сказать то, что Могу сказать, что мне нужно сделать Мне нужно досвести всё это дело Возможно Дождаться каких-то фитов Если фитов не будет дописать куплеты А точнее это всего один трек Вот Возможно Я ещё не знаю Серёга Здорова Я не знаю А Может быть трек с Жаком Энтони уйдёт на повестку Мы ещё не решили Вот И мне туда тоже нужно будет переписать куплет Короче Около месяца где-то я буду просто редактировать звук Чтобы он был намного круче Интереснее Всякие фишечки там Хуишечки Где-то на определённых тактах Переписать тейки Где дикция может хромать Ещё что-нибудь Короче просто Буду шлифовать всё Ну Не до того звучания Которому привыкли все Обычно там шлифованный Гладенький звук Не ни хуя Просто чтобы Короче Как я заканчиваю релизы Я слушаю релиз Полностью Вот так гоняю На целый день Закидываю в плеер и гоняю Если я чувствую что Вот мне в Ну в данном моменте Трека скучно Я придумал туда какую-то байду Придумал записал Слушал всё Не скучно слушать Вот так вот так вот Всё заново 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 Я даже могу один трек там По Четыре пять раз дописывать Додумывать Ещё что-нибудь Вообще очень много всяких прикольных тем Короче Как-то так Вон Тандырич тоже битоз прислал Вот я не знаю Уйдёт он на повестку или нет Угу Вот Это что я по поводу повестки хотел рассказать По поводу тура Скоро 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 О 26 еду Вымерять мерчуху Мы там сделали Сейчас скажу сколько Раз Два Три Четыре пять Шесть 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 айтемов Разных В две разные коллекции Короче Типа И очень прикольные шмотки Прям Мне нравится Очень круто поработали Тем более что сейчас ресурсы есть Для этого Вот Чё я ещё хотел рассказать Хотел рассказать Небольшую историю Про Тинкор И Пейпал Вот Такой свежий Пиздец свежий Я вечно помятый сейчас Мне плюс следующий месяц Нужно Весь проебашить В тренажёрке По-жесткому Потому что я Получается Отходил в тренажёрку 12 занятий В январе Вместе с этим Вжирал на Новый год Вжирал у родни Потому что Приезжал к Машке в Томск Был у её Родителей А это всегда пиздец То есть Ну типа Быть дядьком Быть дядьком Вот И короче Приехал сюда Ну типа Вожусь с ремонтом С релизом Заниматься было некогда Особо Плюс Машке город показывал Ну ещё заёбаю пиздец Потому что нужно Приводить себя в форму Обратно Снова буду мутировать Вот Короче История про Тинкор Я почитаю все реплаи Ребят Чуть позже Я сейчас в Москве на данный момент Короче Тинкор это сервис Через который я выкидываю треки На Ну iTunes NoPlay Там Всё пойду короче Единственное нету монетизации с ВКонтакта Потому что там ВКонтакта Она отдельная И очень-очень сложно И там какие-то документы Надо подписывать А у меня есть документов Усы два по хвосту Вот Короче Был у меня некий приток Каждый месяц И в принципе я отправлял Спокойно его там Себе на PayPal А потом с PayPal Идёт на карту Ну и типа это как бы Ну доходик Да И приходил он в течение там Дней семьи Ну и короче Достаёт момент Я перекидываю уже Приличную сумму После Января С которой даже я охуел Ну и короче Сижу жду Сижу Счёт за хату Там приходит Жить надо питаться Как-то Вот Ваши город показывают И так далее А бабки всё не приходят Чё за хуйня Всегда на PayPal обращаться Отвечают Там были выходные Какие-то были проблемы Потом кем-кор пишу У них в США День президента Они мне отвечали В итоге там Через 4-5 Мне только отвечают Объясняют всю хуйню Оказывается Оказывается PayPal По российским законам Кстати говоря Типа Это мало где Есть у PayPal А только в России Ты не можешь Типа получать Из-за границы Платежи Типа разовые Больше 60 тысяч Вот Не можешь Короче Ну просто Ты не имеешь такой возможности Сосеписас Ну типа разовые Я об этом естественно не знал Пока эти бабки дошли туда Отменились там Потом вернулись на Тинкор Потом с Тинкору Возвращать их блять Обратно на PayPal Короче Пришлось разделить Платежи Я просто Тех музыкантов Которые собираются распространять Или распространять Свою музыку На Тунце Ну типа Предупреждаю такой байде Потому что меня об этом никто не предупреждал У меня в итоге блять Ебучая пение начисляется В Захату Вот Это как бы из таких моментов Скажем так Туториалы от Локи Туториалы от Локи О которых никто не просил Стандартная рубрика Блять Моих трансляций Вот Так Че то че то че то еще хотел рассказать Че то важнее сказать Про Турик сказал то что скоро Про Мерс сказал то что скоро Про повестку сказал то что доделываю Про тунец рассказал то что доделываю Про качалку рассказал Про бороду Я говорил то что не буду бриться До релиза И я уже заебался Если честно Потому что эта хуйня Опускается все дальше и дальше Я как бы Равняю Ну Судя по всему вы видите то что я давненько не равнял Короче я сам бешусь То есть я сам хочу быстрее с собой все доделать Потому что У меня есть одна такая тема Неприятная Я думаю многие люди меня поймут Называется навязчивая идея И вот я себе придумываю навязчивую идею Потом из-за нее страдаю Я так курить начал Я просто такой типа Ну не помню мне сколько было Лет 15 по-моему Я расстроился из-за девяти троек В четверти короче в лице Или сколько мне там было не помню Вот И вышел просто в курилку короче И такой типа дайте силу Вот Насколько меня это короче тронуло тогда В тот момент Вот Я типа курил Ну типа брошу А потом такой нет Ну я же был там максималистом ребенком такой Ну Слушай Я хочу чтобы у меня была причина Просыпаться каждый день Я хочу сделать себе зависимость И блять сделал Вот Поэтому Не советую начинать Кто там начинает покуривать Аааа Так Что я хотел еще рассказать Это касалось Сик К чему я это говорил О внешнем виде О том что постричь А о навязчивых идеях Вот А если навязчивые идеи Опять придумал то что типа блять Аааа Я не буду бриться пока не сделаю повестку И сам из-за нее сейчас бешусь И Маша с нее бестится И пиздец короче Что изменилось Все Начинаю читать реплай Что изменилось С вступлением БМ Ресурсы То есть Я теперь свободен в ресурсах То есть там Нужно мне будет клип снять Я сниму клип Нужно мне мерч намутить Мне не нужно собирать бабки для этого Я мучу мерч и так далее Типа Конкретная поддержка Плюс менеджмент Очень четкий и поступательный Плюс проекты Плюс регулирование Поступающих Входящих предложений скажем так Короче это все очень грамотно Скажем так Просто если человек Ну типа музыкант Будет заниматься всей менеджерской хуйней Некогда заниматься музыкой Вы просто не представляете Сколько всей хуйней нужно делать Организация фотосессии Организация клипешнирка Организация тура Организация продажи мерча Организация всех Организация 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 было 10 тысяч подписчиков, а сейчас, блядь, 50, сколько, 4 уже? Ты хуй, блядь, и что ты мне этим сказать? Да, я хуй, я же мужчина, я хуй. Ну, то есть, типа, если раздуть мое первоначальное природное эго, то я буду хуем. То есть, типа, если мы исходим из того, что человек, это в первую очередь гендерное существо, то я хуй. То есть, ты меня этим оскорбить хотел, блядь, или что? Какой-то ты тупой. Так, читай дальше. Ты покупал бит на последний трек? На какой последний трек? А, Humble ты имеешь в виду? Нет, естественно. Как тебе говно недавняя Дензо Локари? Ты имеешь в виду то, что он отдал старый куплет Ронни Джея? Ну, такое. И то, что на другом релизе Луи, как-то там, CCN, блядь, я не помню. Ну, из тусовки Cloud9, я так понимаю, чувачок. Не очень, мне не понравилось. Мой ВС клевый чувак, к чему-нибудь как-нибудь относится. С Машей познакомился я в универе пять лет назад. Ну, не пять, получается, шесть. Сводить научился, ну, как. Может, не супер мастерский, но свой релиз я свожу сам. Да не шраут, блядь, из Cloud9, это не шраут был. Там другой челик выпустил релиз. Зачем мне еще совместки с блогерами? Да, слышал последний релиз Джимберя и Твитачи. Почему ты не получил аудиторию меньше, чем заслуживаешь? Я не понимаю вопроса. Любой молодой музыкальной группе посоветую больше работать над материалом и над своим скиллом. Китобой на повестке. Повестка у меня. Эпиху Госмейна и Гетеро буду слушать по главной причине Гетеро. Подрезал мотив Хукастая 1993 у Дензела. Блядь, доебались с этой хуйней. Кива. Вы просто послушайте треки, во-первых. И, блядь, тут всего две ноты, и они весь припев идет. У меня четыре ноты, во-первых, и абсолютно другая ритмика. Короче, вы какую-то хуйню несете. Два трека с Жаком. Ну, типа мой битоз у него, а так, типа два трека. Ну, на одном мой куплет, на втором я не писал куплет. Да чё вы с этими фитами всё, блядь? Похуй на фиты. Лусьйон, вот, блядь, я об этом и говорил, да. Маркир Штенни ничего не могут сказать. Ничего интересного. Так чё, повестка первого апреля. Хорошая шутка. Как записать трек без норм студии микрофона? Записывай. Лысеешь? Я всегда был лысым. Даже, типа, в 18 лет у меня вот эти вот залысины были. У меня залысины, по-моему, раньше появились, блядь, чем болсы на подмышках. Мерч будет не очень дорогой. В зависимости от затратности. О, топ-3 гарнира к тунцу. Вот это заебись вопрос. Короче, мой топ. Это рукола с лимончиком. Потом к тунцу. Охуенные сэндвичи с тунцом, на самом деле. Типа, просто зерновой хлеб. Прям пушка. Прям пушка-вышка-годно-то. Ну, типа, в принципе, любые овощи, наверное, в тунцу погонят. Самый лучший музыкант на данный момент по версии Локи и Том Уэйтс. Всю жизнь будет лучшим музыкантом. Даже когда умрет, будет лучшим музыкантом. И сколько бы лет не прошло, наверное, будет лучшим музыкантом. Сколько я могу сидеть на Д9 трека? Много? Я не могу сказать точно, сколько. Мерч планируется скоро. Рукола весела. Трава такая, братан. Я тоже не знал два года назад, что такое рукола. Ждёшь альбом Фары? Нет. Ну, типа, я его послушаю, но чё мне его ждать? Топ-3 членов продюсеров для русских рэпершек. Топ-3 членов продюсеров. Ты имеешь в виду битмарей или продюсеров, типа, как глав лейблов? Ромыч, а чё ты ща писать начал? Не как раньше. В смысле, писать ща начал? Что я писать ща начал? Я музыку пишу уже 11 лет. 10 или 11? Погоди. 11 уже. В сентябре будет 11 лет. Какое оборудование нужно для начала? Тебе нужна звуковуха, тебе нужна медюха. Желательно для начала АК и Мини брать, где две октавы и подъезд. Если собираешься вокал писать, ну, блядь, микрофон несложный, это не у меня спрашивает. Я не настолько образован в этом. Я, конечно, сейчас рынок изучал, буквально месяц выбирал майк. Есть свои сложности, короче. Топ-3 лучших сигарет, все сигареты говно. Вампир, вайт-панк, мимо. Когда гульку заплетал, кстати, башка болела. Оно как бы вытягивает волосы и, ну, болит голова. Да, естественно. Дам, если сильно перетянешь. Что, ты челик, который спросил про продюсеров, блядь, не может ответить, блядь. Смотри, или продюсеры, ты там сломался или что? Когда последний раз работал, в одиннадцатом году, в пельмени Project в Томске официантом. Я не помню. Меня, по-моему, тогда... Да, мне было 17. Я не в курсе, что за мой твит банят, но, типа, твит от этого никуда не денется. В смысле, нахуй я постригся? Я постригся, блядь, после... Летом. Летом я постригся. И ты только сейчас заметил, что я постригся. А сейчас я отращиваю волосы. Снова. Имел в виду проглав. Не могу сказать, нахуях не сидел, чувак. И, типа, даже если я это рассматриваю не в плане то, что присесть нахуй, а то, что действительно кто-то в руководящей должности пизде, я же не на всех лейбах страны, блядь, был, ну, чтобы про это отвечать. В институте была практика, я ее, нахуй, послал. Три лучших фильма по версии Локи. Большой Куш. Большой Любовский. Криминальное стиво. Лучшие. Лучших фильмов нет. Вот человек спрашивает, нахуй об шоубуке, ну, сын, вконтакте есть интервью для Раймс ТВ. Слушай. Ты знаешь про папища, я смотрю папища, блядь. Уже, наверное, два года. Ну, да, наверное, года два. Трек «Мать» у опустившейся на дно девочки. Вот о чем этот трек. Она называется «Мать», потому что «Мать» — это как первородная, первоначальная задача и, как бы сказать, некий базовый паттерн женщины. Я не говорю, что, типа, женщина не может быть, там, ну, типа, не матерью или, там, не может быть одна. Нет, просто, типа, ну, паттерн матери в поведении — это, ну, базовый мотив. Поэтому у «Мать» не ну и у «Мать». Карта «Деньги» — два стола, они лучше курс. Большой курс намного пиже. Он смешнее, он интереснее, там намного харизматичнее персонажи. Вот. Я бы еще подумал насчет «Револьвера», но видишь, типа, у меня такая позиция, что кино, ну, и любое искусство, оно должно развлекать в первую очередь. Развлекать не в плане, ну, веселить тебя, то, что ты там рофляшь пиздец, да, а развлекать — то, что ты получаешь какой-то, ну, новый опыт. Если ты не получаешь нового опыта, то искусство — говно. Ну, типа, если искусство не приносит ничего нового в мир творчества, это, ну, мусор, помойка ебучая. Жалею, что слушаю людей самого их существования, а потом слушаю сраные серые массы. Не надо оскорблять людей, которые, ну, как бы, появляются новые. Даже нормально. Что за ебанутая позиция вот насчет того, что, ой, блядь, вот мне понравился исполнитель, хочу, чтобы он вечно был в говне, вот, хочу, чтобы о нем никто не знал, и в итоге он расстроился в своем таланте и просто, блядь, покинул сцену. Хуенный план, чувак. Просто пушка, блядь, вышка, гадно-то. Не локи-локи, а оки-локи. Рос на лококе, нос на ветруке, мясо ловлю, как охотник. Мне не дано профан быть лодер, не подходи на раскопки. Мой склеп не кормят тех, кто не помнит, как это быть наготове. Каждый релиз ловить и хранить, магнитные ленты на полке. Там оки-локи, как у меня, ну, в твиттере их назывался, оки-локи. Оки-локи. Тотемный трек, в том числе, из твоих. Что ты имеешь в виду под тотемным треком? Харди, где усы, вот усы. На месте. Вроде как. А чего вы все спрашиваете про Моргенштерд? Да просто это, блядь, смешно. Типа, ну, Рип заключил с ним соглашение о том, чтобы повезти его в тур. Усиленно форсит. Люди начали слушать. Ну, как бы, блядь, ты же никак на это не повлияешь. Чего пиздец? Чувак же не залупается на каких-то там, действительно талантливых ребят. Ну, он, допустим, как бы сравним, да, блогер в хип-хопе был там условный, хавацкий, да, в прошлом году. Ну, залупался на всех, говорил, куча всякой мерзких хуйней. Почему Моргенштерд не имеет право там записывать треки? Имеет право. Есть у него к этому задатки. Другое дело то, что ему еще нужно пару лет, чтобы развить свою собственную стиль. Ну, мне кажется, все, ну, получится круто. Пока мне неинтересно слушать. Людям интересно, потому что это рофло, но как бы, типа, ну, пародии всегда более популярны. Вообще всегда. Другое дело, у меня ощущение, что... Я не знаю, как пацана зовут Моргенштерд, ну, типа, просто по имени, потому что он очень долгий и не очень удобный в произношении ник. Я думаю, что он зря и сам себе планку понижает в творчестве. Причем намеренно. Рыдок крутой. Алишер, да. Я не знаю, как у Чеховой. Я думаю, что они работают над продуктом вместе с Ларис сейчас. Ну, что вы предлагаете советский, блядь? Ребята, вот такие смешные, честное слово, типа... Ну, конечно, это, наверное, вас оскорбляет, потому что называют смешными, но фишка вот какая. Вы думаете, что можно сказать, там, сделать фит, там, да? Представьте, люди в туре, люди занимаются, там, Томас вообще, в принципе, свою пьесу поставил. Камон, типа, деятельности доходящие очень часто просто некогда писать совместные работы то, там, мне, то какому-то другому человеку. В свое время я, типа, ну, обла мне закидывал такую пачку битов, по-моему, перед этим, как у него релиз назывался, где были файлс. Похоже, файлс и назывался, я не помню просто. Вот, закидывал пачку битов, мне там ничего не нравилось, и как бы это все откладывалось, откладывалось в итоге. Типа, я не написал, он будет пустивый релиз. Потом, ну, типа, я уже начал написать, то, что давай, похуй, это делаем, типа, он уже в туре. То есть, нету возможности даже это сделать. Вы же поймите то, что несколько сложным двум музыкантам, одной и большим, работать вместе. Вот я сейчас очень рад, что я собрал себе лайв-команду, и мы делаем материал очень жесткий, металюжный. Но это очень большая редкость, особенно сейчас. Понимаете, типа, артист не может, как в прошлом, ну, знаете, артист не может, как в прошлом, просто быть только на обложках журналов раз там в полгода, да, условно. А то и больше, когда там всякие смешные, типа, все звезды выходили или что там еще, журнал Кул. Можно появляться на каких-то шоу, постоянно фотографироваться, все время работать над телом. Это очень важно. Работать над здоровьем, работать над музыкой. А помимо всего прочего, есть личная жизнь. Просто у меня на альбоме, тьфу, на альбоме, блядь, на эпишке повестки второй будет трек про это, но как бы вы должны понимать то, что вот, допустим, смотрите сейчас, да, вот трансляцию, я как бы для вас, ну, развлечение такая, ну, говорящая голова. Я для вас не настоящий человек. Ну, то есть, вы меня не воспринимаете как человека, вы не думаете о том, что я там ем, сплю, что у меня могут быть какие-то бытовые проблемы. Как недавно люди удивляются тому, что, типа, вот я там записал в сторис с историей с сантехником, то, что я его там ждал, шесть часов или сколько там, не помню. Ну, как бы, это часть жизни. Вот. И поэтому, когда вы пишете о том, что сделай совместку с этим, а почему не совместки еще с этим, а хотел бы записать совместку, да много с кем бы я хотел поработать. Просто вы должны понимать то, что, ну, мы артисты, это же, типа, не картинка, блядь, с экрана, не только звук с наушников, и не только там тело, которое на сцене бегает. Мы еще живем, дышим, пьем, разговариваем. Учились в тех же школах, что и вы, в тех же универах, что и вы. Были на тех же работах, что и вы. Ну, не все, конечно, но большинство. Типа, это нужно очень отделить, типа, вырвать это понятие, ну, кумира и просто воспринять как человека. Это очень-очень важно. Я хочу, чтобы мои слушатели, вот в частности все, даже кто сейчас есть на трансляции, это, ну, усвоили. Хотя бы в отношении меня. Ну, вот. Это очень важно. Потому что тогда, ну, мое творчество станет более понятным. Как бы, если так поразмыслить, очень много рэп-исполнителей сейчас специально занижают планку творчества, потому что это намного легче продать. Ну, то есть, чем-то понтануться. Вот, как я написал в Титере, то, что арендовать там условный Лексус или там Мэрин или Мазерати какой-нибудь. И, типа, ну, светануть этим в клипе и, как бы, создать видео вместо того, что у тебя это есть. И, как бы, ну, люди на это поведутся. Мне кажется, этим артисты делают хуже и себе, и людям. Во-первых, я презираю всех ебучих баб-инстаграмщиц, которые, типа, во-первых, оскорбляют других баб по поводу внешности. Во-вторых, делают, типа, ненавязчивые фотки, как они там пизда-то выглядят. Хотя, на самом деле, свои фотографии делают по полчаса, блядь. А потом еще фотошопят столько же. И, типа, создают некий культ от определенной красоты, да. И потом девчонки, просто которые подписаны там на нее или попадаются там в ленте, да, ну, типа, они, как бы, на это ведутся. И им обидно, из-за того, что они не такие. Но, на самом деле, они такие, и все с ними в порядке. И, как бы, то же самое касается, допустим, хип-коп артистов, которые, типа, блестят каким-то там богатством условным, весьма условным, я скажу. А потом создают проблемы. Че, да пробегай, у меня же камера. Ты в магаз, что ли? Ладно, давай. Люди не переноситились ни хрена. Вопрос же не только цепь на цепь на цепь, а вопрос, в принципе, в подаче. Типа, человека. Вот, допустим, Фарик решил сделать из себя культ личности. Мне кажется, он из-за этого еще настрадается очень сильно. Это, типа, не угроза какая-то, ну, просто факт. Нельзя эти культы создавать. Какой культ личности оказался хорошим? Культ личности Майкла Джексона, когда люди, блядь, с ума сходили по нему, а потом узнали, что он педофил. Или культ личности Сталина, или какой там еще культ личности. Я вот все время, мне интересно представить, что будет, когда, ну, Путин иссохнет. Вы только представьте, что будет. Типа, культ личности, это всегда хуево. Нельзя его поощрять ни в каких проявлениях, ни в какой профессии, ни в чем. Ты странишься, я страниюсь, я страниюсь этой тусовки. Респект за то, что не боишься рассуждать и высказывать свое мнение прямо. А чего не бояться? Я это делал всегда. Условно, даже вопрос там, сейчас уже не касается версуса, версус даже по-особому там. Ну, нахуй никому не упал. Даже просто какие-то конфликты там, и так далее. за что можно до меня доебаться? За что можно до меня доебаться? Да никому и не за что до меня доебоз. Тупо никто не вывезет. Ну, скажем так, даже была ситуация. Я знаю, какие люди могут быть адекватны. По-моему, в прошлом году Тигр, это друг Мироныча, отвал меня на студию Цау Реккарса, к Птахе. У меня тогда были длинные волосы, но он понимает, что за окружение у Птахи. Это сейчас ребята такие чистые. Пацаны бравые. Ну, типа, с хвостиком. Таким, да? Чё там? Чё там, как называется? Топ нот? По-моему, прическа даже бывает. Я не знаю, я просто сделал этот хвост и всё. Вот. Я прихожу, и какой-то дипоз начинает до меня доебываться. А причём не по поводу притчи. Из-за притчи, но не по поводу притчи. Чё там он споносывается? Какие-то слова или ещё что-то? Я с ним стою, базарим, и типа, ну, Давид сам Тах подошёл и как бы, ну, с такого челика. Потому что я вот объяснял это в интервьюхе, то, что на самом деле люди-то по большей части адекватные сами по себе. И типа, если ты ведёшь себя адекватно, а я веду себя адекватно достаточно, тебе никто ничего не сможет сделать, никто из ничего не сможет предъявить. А кто предъявит, сам будет долпоёбом. Ну, потому что мне не проблема менять свои позиции, на самом деле. Потому что, если я пойму, что я не прав, нужно быть полным долбоёбом, чтобы такой, ой, меня уличили в том, что я не прав, ну, нет, чтобы не показаться дебилом, я буду стоять на своём, как идиот, блядь. Нет, в таком случае это полная хуйня. Вот, поэтому, типа, нужно быть достаточно пластичным. Не в том плане, то, что там прогибаться под все ситуации жизненные, где тебя могут прижать, а в том плане, что не оставаться идиотом. Потому что очень часто от твоих решений, ну, когда ты там заводишься семьёй, а у тебя есть друзья, которые полностью от тебя зависят, начинаешь задумываться о том, как твои действия повлияют на реальность и что с людьми произойдёт. Если ты даун, не можешь, блядь, при очевидных фактах поменять свою позицию, почему бы то ни было, ты даун, вот, а я даун им быть не хочу. Hello, гуэс. Может, ты не будешь писать на английском, если, блядь, не можешь писать на английском? Hello, гуэс. Гуэс, блядь. Здорово, гуэс. За кого будешь голосовать в марте? Я не знаю, буду ли я голосовать. Hi, блядь, попадаешь в стоп эфиров и начинает залетать всякая шушера. Клип будет, я думаю, надо его снимать по-хорошему. Мне поэтому и нужно себя форму привести за месяц, чтобы оснять кипешник. Ну, с таким опухшим, оплывшим ебальником лучше не появляться в кадре вообще. Блядь.